стараться заручиться поддержкой России и Китая. Как пишет ТАСС, теперь США предлагают ввести эмбарго на продажу в стране газовых конденсатов и ввести ограничения на экспорт нее углеводородов. Кроме того, проект резолюции больше не предусматривает введение санкций против северокорейского лидера Ким Чен Ына, правительства страны и всей трудовой партии Кореи. Вместо этого в черный список предлагается включить некоторые структуры партии. Волна эвакуации прокатилась по Челябинску из-за сигнала о подозрительных предметах. Эвакуация была проведена уже в девяти крупнейших объектах Челябинска и Копейска, в их числе несколько крупных торговых центров, гостиниц и ресторанов. Речь идет о спам-рассылке, заявили в МВД. По мнению ведомства, есть основания предполагать, что это все организовано из-за рубежа. Повреждение стеклянного купола в парке Зарядье могло произойти в результате броска камня. Об этом сообщили агентство городских новостей Москва в пресс-службе парка. Специалисты осматривают объект. Чуть позже станет известно, по какой причине все это произошло. Поврежденные участки планируется восстановить в кратчайшие сроки. Вандалы повредили также окно медиа-центра и зеленые насаждения. Напомню, что с момента открытия парка для всех желающих прошло менее суток. Охранник подал в суд на попавшего в него банкой с энергетиком чемпиона UFC Конора МакГрегора. Инцидент произошел 17 августа прошлого года на пресс-конференции перед боем МакГрегора и американца Нейта Диаса. Бойцы сначала обругали друг друга, затем МакГрегор запустил в сторону Диаса банкой с энергетиком. Она попала охраннику в спину, лечение обошлось ему в 5 тысячи и 95 тысяч долларов он требует в качестве компенсации за моральный ущерб. Далее курсы валют. По данным Центробанка, официальный курс доллара на завтра повышен 57 рублей 17 копеек. Евро снижается 68 рублей 65 копеек. На этом пока у меня все с новостями. В студии был Александр Лапшин. Все, что важно каждые полчаса, спортивные события в режиме онлайн на Спорт.ФМ. И далее о погоде в Москве. Сейчас в городе плюс 19 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Синоптики обещают завтра малооблачную погоду весь день. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов минимум. Завтра днем будет довольно тепло, плюс 24 градуса. Соответственно, осадков в столице завтра не ожидается. Двойной удар на Спорт.ФМ И снова здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Двойной удар» на Спорт.ФМ. Всем еще раз наш категорический спортивный пламенный Бойцовский. Разумеется, привет. Говорим о единоборствах, и не только о них, конечно же, по-прежнему живы на свободе. Роман Мазуров и Игорь Рязанцев. Добрый вечер, друзья. Обычно я говорю, что понедельник начинается субботу, суббота заканчивается в понедельник. Вот для нас суббота еще не закончилась. Мы как разогнались с Романом Маузером Мазуровым строчить из пулемета в ночь субботы на воскресенье, так до сих пор и продолжаем это делать. Ну и периодически привлекаем в гости наших горячо любимых, уважаемых друзей. Я так понимаю, что одному из гостей, а именно Ивану Банникову, я жутко осточертел своими приставаниями. А когда ты, дорогой друг, придешь к нам в студию? А почему ты не приходишь? А может, мы сами придем? Ну, в общем, Роман, я могу так долго? Продолжай. Да, долго вы можете. Иван Банников, менеджер бойца UFC Александра Волкова. Здравствуйте. Это все не так, все нормально. Просто Саша после боя восстанавливался. Я-то мог прийти сразу, как мы приехали. А вот Александру нужно было понять, когда он сможет это делать. Потому что если посмотреть на его лицо, можно увидеть до сих пор результаты этого прекрасного боя. А мы ходим все вместе, мы по отдельности не ходим. Да. Блистательный боец UFC Александр Волков также в студии. Да, здравствуйте все. Не менее блистательный его тренер Тарас Кияшко. Ось. Вот. Друзья, поздравляем еще раз. Теперь уже лично персонифицирован Александра Волкова с победой над голландским небоскребом Стефаном Штруве. Досрочной победой. В главном событии турнира UFC взял и Рез Металджи. Есть вот этого самого парня. Да, поздравляем еще раз категорически нашим уважаемым гостям. Жизненно необходимо задавать вопросы. Это можно сделать следующими способами. У нас есть смс-портал 55T3. Слова спорт по очереди сообщения. Но, конечно же, живая речь. Сердце умилее и приятнее. Посему 276-0932-276-1932. Корт Москвы 495. Вайбер, WhatsApp доступны. 925-4292. И группа ВКонтакте. Двойной удар. Спорт ФМ туда обязательно пишите. Хотите, пишите в программу. Спорт и все остальное там. Я тоже есть туда. Я все обязательно отвечу. В общем, звоните, пишите. Будут деньги, высылайте. Потому что работаем, как известно, за еду. Ну и напомню, что у нас есть еще и персональная группа. Двойной удар ВКонтакте. Туда тоже можно писать. Да. Итак, Александр. Ну, еще раз категорически поздравляем. Тараса поздравляем. Ивана Банникова тоже поздравляем. Это была большущая победа. Прорыв, я бы сказал. Ну, не без этого. Изначально, что получилось в бою, а что нет? Спасибо за поздравление. Ну, в целом, получилось выиграть. Это самое главное. Не без этого, да. Зрит в корень. Ну, не получилось выйти без урона. Все-таки какой-то урон мы пропустили. И это нормально, потому что смешный набор такой вид спорта, где обязательно пропустишь пару ударов. В целом, план на бой был поддавливать. В необходимые моменты дело взрывы. Ускоряться и добивать. Несколько таких моментов было. И, в принципе, они получились. Поэтому, в целом, я могу оценить, как в большей степени удавшийся план. То, что весь этот поединок. И считаю, что получилось практически все. Все, что хотели. Саш, те слухи, которые были буквально за день, за несколько часов до боя о простудах, они подтверждаешь, это правда? Или это специальный такой хитрый ход был, чтобы Штефан Струве расслабился? Да нет, хитрого хода не было. Действительно, подзаболел. Я случайно проговорился в интервью нашему русскому корреспонденту, который был непосредственно там. Как-то я расчувствовал с его присутствием. Проговорился про болезнь. Ну, действительно, немножко приболел. Наверное, около недели были признаки ОРВИ. Но непосредственно к бою уже чувствовал себя хорошо и был полностью здоров. На кондиции это отразилось? Температуру мерили до дня самого боя и переживали. На самом деле, было очень волнительно. Все-таки мы акклиматизацию не ждали, она какая-то произошла. Саша, конечно, скромно говорит, что нет, все нормально. Но он болел, тренировался он в полсилы перед самим боем, не мог тренироваться в полную силу. Но, слава богу, обошлось. Да, Александр, вот показалось, что в процессе поединка, что где-то, наверное, раунде во втором бензин стал немножечко заканчиваться. Это показалось. Показалось, да? Реально показалось. Во-первых, у меня не бензин, а дизель. Да, вопросов нет. А во-вторых, я себя чувствовал, в принципе, достаточно хорошо. И я не знаю, как одну казалось стороны. То есть я, можно сказать, немножко замедлял темп поединков, какие-то моменты. Но только ради того, чтобы сделать более взрывную работу. И во втором раунде у меня было достаточно два или три момента, таких достаточно активных, где я взрывался, и практически был поединок на грани. Ну, то есть нокдауны с моей стороны в сторону штрува точно были. Поэтому, ну и больше скажу, что восстанавливался между раундами я очень хорошо. И выходил на следующий раунд уже достаточно свежим. То есть практически не было усталости. Устать можно и за минуту работы. Это смотря, как ты работаешь. Если ты выкладываешь весь поединок, и если весь поединок проходит в активной фазе, можно устать и за раунд. Это никак не говорит о, скажем так, конкретно прям общей подготовке. Хорошая форма была или нет. Форма была у меня хорошая. О хорошей форме говорит то, что за минуту я действительно восстанавливался и выходил на следующий раунд уже свежим и готовым опять бить лицо сопернику. Публика не давлела? В целом нет. В целом таких ситуаций я уже привык. Я часто выступаю за рубежом, часто выступаю в Штатах, в Европе. Поэтому уже привык к тому, что поддерживаю своих бойцов. И для Европы, для Америки это нормально односторонне поддерживать своих фаворитов. Поэтому ничего в этом не было такого необычного. Наоборот, ответственность больше была на сопернике. И он это чувствовал. Это сыграло мне на руку, я думаю. Но десант наш там был вполне внушительный. Слышал, кстати? Что? Поддержку. Конечно слышал. Там же еще три бойца наших билось. Я так понимаю, что там... Четверо еще. Четверо. Разве четверо? Да. Пять человек. И Майорбек еще выступал. По-моему, он из России. Четверо. Кто представляет? Мы считаем всех, в общем, 4-5 человек. Потому что мы с Ромой считали, у нас получалось 4 человека. Но не принципиально. Наших там было практически ползала. Я думаю, что все это слышалось, передавалось, поддерживалось. Да, Тарас, а что говорили по ходу боя Александру? Как надо было видоизменять поединок? Вот как нужно было выигрывать? Ну, после первого раунда думали, что, может быть, стоит его перевести в партер. Потому что я считаю, что в первом раунде... Опять же? Ну, потому что там реально были такие ситуации. Со стороны нам было видно, что он мог реально попасть. Но еще раз повторюсь, человек, который находится в клетке, он чувствует это немножко по-другому. И я считаю, что он все сделал правильно. В печень он, кстати, попал. В печень попал. И, возможно, этот удар был перед нокаутом... Начало в конце. Ну, я еще могу сказать, что в конце первого раунда... Это так получилось, что я сидел немножко слева. У нас обычно три секунданта. В этот раз было четыре, потому что это мейнкарт. И меня отсадили чуть левее от основной группы тренеров. И момент, когда Саша в первом раунде добивался штуру, после того, как он попал в него коленом, я видел, что последний локоть перед самым гонгом штуру, в принципе, отключил. Я уже встал, чтобы праздновать, и тут прозвучал гонг. И я такой, а, ну ладно, пойду туда, да. Чуть подольше. Сообщение пишет Алексей Скемеров. Всем привет, Саня, красавчик. Спасибо за хороший бой. Спасибо, Алексей. Алексей, спасибо за приятное слово. И у меня вопрос. Или, Рома, у тебя был вопрос. Ну, есть еще одно сообщение. Давай, читай сообщение, потом вопрос. По поводу локтей, да. Вот человек, который, видимо, смотрел бой на СМС-портал, 5-5-3-3-3, СМС-порт в начале сообщения прислал. Александр, почему не били локтями, когда штурмой был прижат к клетке? Владимир, интересуется. Ну, потому что не всегда это эффективно, когда человек закрывает голову с двумя руками, бит локтями. Много эффективнее ударить апперкот или что-то еще сделать, какое-то движение. С коленочки. Это, ну, удар локтем, он не всегда так очевиден, как он есть на самом деле. И плюс того, что оппонент с Ром выше ростом, а локоть намного уменьшает дистанцию удара. В любом случае, бить локтем вверх, а тянуться к сопернику, это сложно. Не было задачи в клинче с ним ходить. То есть мы, наоборот, нарабатывали, что дистанция должна быть. Вот это странно, потому как Штефан Штруве, который повыше Саши, ну, вот представь, да, какие шпалы и шлагбаумы там пролетали. Мы с Романом как раз думали, что, наоборот, может быть, поближе дистанции, чтобы не разогнал он свои агрегаты. Две большие разницы ближний бой и клинч. Клинч — это непосредственно работа в клинче, это как бы в борьбе, а ближний бой — это дистанция на более ближней работе. Без захватов, да, скажем так? Была задача работать как бы в ближнем бою, но не то, чтобы там постоянно находиться, а вовремя, то есть проваливать, вовремя сближаться и работать там. Ну, в принципе, моменты, в которых я его и добил, это была работа, я сближался и здесь уже работал, как хотел. Но находиться именно в клинче, задача, в моменте, когда он может сам подхватить шею, ударить коленом, так как он высокий, ну, мы старались его избегать. Изначально это один из моментов, который мы отрабатывали и с Эмми Шилтом, который, ну, может быть, конечно, и Сэм был очень хорош в клинче, да, то есть именно захватом за шею, потому что, в принципе, это его коронка. То есть то, что тяжело получалось на тренировке, мы старались этого избегать. И, в принципе, эта ситуация с клинчем, да, чтобы у меня, по-моему, ни разу не было ситуации, где бы он пытался схватить за шею руками и ударить коленом, поэтому такую работу мы вначале избегали, ну, и все получилось в бою, как планировали. А на СМС-портал опять... Причем там много сообщений. Иван Банников, менеджер. Я сразу был споситуацией, я просто помню, был момент, когда он тебя схватил за голову, и ты очень сильно отправил в него колено, и он практически согнулся пополам, и после этого он не пытался больше так делать. Там не голову, там, ну, как раз был небольшой борцовский, скажем так, борцовский момент такой, да. Я бы я пытался его бросить, но он как бы оттянулся. У нас звонок телефона, примем. Да, Александр, 276-0932, 276-1932, код Москвы-495. Звоните, высказывайте ОСАННЫ в адрес нашего блестательного гостя. Здравствуйте вам. Да, здравствуйте. Слушаем. Александр, ну, ведущие не сказали, вот, на самом деле, приглашайте такого бойца, и Александр Волков, наверное, яркий пример, который может развеять миф о том, что вот если боец, у него все отбито. Я, может, ошибаюсь, вы не подправите, но ведь вы же, по-моему, выпускник МГТУ имени Баумана. Да, правильно. Александр, мы вообще-то раз 10 об этом говорили. Ну, 110 я бы. Я сначала закончил МГТУ имени Баумана, а потом стал бойцом, поэтому... Может быть, все удачно сложилось, да. Да, у меня вопрос. Если закончите с бойцовской карьерой, ракеты построить пойдете? Маск ждет. Если можно второй, то, вот, смотрите, у вас так карьера складывается, стороны очень легко. Вы подписали контракт с Беллатером, там завоевали пояс чемпиона, потом вернулись, какое-то время были здесь у нас, в местных промоушенах, таких локальных выступали, и потом подписали контракт с UFC. Довольно-таки легко. Ну, если даже сравнивать с тем же Виталием Минаковым, то он не так, это все просто проходит. Вот за счет чего это, ну, правильный менеджмент, или, ну, за счет чего вот так вот все легко, как кажется, проходит. Спасибо, Иван Банников, наверное, ответил. Да, не пусть, Саша. Если говорить про то, кем я буду после того, как закончу карьеру, буду ли я инженером или нет, но мне инженерии нравятся, я люблю что-то мастерить, поэтому, возможно, кто-то знает. Если совсем будет плохо, пойду куда-нибудь в НИИ. Александр, извините, пожалуйста, я увидел фото, где вы что-то там с цементом связанное что-то еще строите, да? Это я дома ремонт делал. А, понятно. Ну, то есть, видите, талантливый человек талантливого всем, да? Ну, любой мужчина должен уметь делать что-то руками, уже дома что-то сделает, это самособоразумеющееся. А момент, ну, на самом деле, здесь в плане того подписания, почему так все получается легко, первый момент, конечно, есть небольшое планирование такое, но не то, что планирование уже, мы видим, как бы хотелось выстроить карьеру. Второй момент, общение с менеджером, да, в этом плане подписания с UFC. Иван Банников здесь очень сильно, ну, и в том числе то, что были бои в России. Иван Банников очень сильно в этом плане помог и посодействовал в том плане, что очень грамотные переговоры перевел и с М1, и с UFC, и мы заключили действительно стоящие и выгодные для нас контракты. Выгодные даже не в плане денег, а в плане перспективы и в плане того, к чему мы можем, в конце концов, достичь. А все мы знаем, что мы хотим достичь. Это поезд, и на горизонте он сейчас очень близок. Поэтому, ну, и, наверное, то, что я верю в себя, я верю в то, что я где-то могу покорить те вершины, которые еще кто-то не покорял. Касательно, ну, там, Виталия или Минакова, я просто могу сказать, что некоторые по контрактам есть некоторые вещи, что если выиграешь поезд или защищаешь его, твой контракт продлевается. И просто так от контракта потом уйти нельзя. Поэтому наверняка за счет того, что он чемпион, его контракт был продлен. И он на более долгий срок, чем у меня. Поэтому его разрыв отношений с тем же Беллатором намного проходит тяжелее, чем, например, мой. У нас накопилось достаточное количество сообщений. Давайте их зачитывать. Поляк. Так, по поводу локтей Владимиру мы уже ответили. Следующий вопрос. От Владимира же давал ли Сэмми Шилд какие-то советы в перерывах между раундами? Если да, то что советовал Сэмми? Ой, честно говоря, я его не слышал. На чистом голландском языке. И я отвечу, потому что в клетку пускают только двоих людей. А если есть сечка, то входит Катман и один тренер. Все остальные должны находиться за сеткой. Я находился как раз вместе с Мишей Зайцем и Сэмми Шилдтом сзади. И Сэмми молчал. И я как раз повернулся к нему и спросил Сэмми, что мне сказать Александру? Он на меня посмотрел, ничего не надо. У него все хорошо, путь продолжает. Еще интересный вопрос. Тарас хотел сказать. Тарас Киарский тренер. Сэмми говорил все время по ходу, чтобы Саша бил ногами. Он говорит, почему он не бьет ногами? Почему он не бьет ногами? Саша, почему ты не бил ногами? Все-таки! Саша бил ногами. Он прекрасно использовал лоу-кик. Тебе не так мало бил ногами, на самом деле. Я имею в виду в корпус и в голову. Тут единственное, что было. Так, еще один вопрос. Еще один вопрос. Вот не подписавшегося нашего слушателя из Москвы. Рассматривался ли еще кто-то, кроме Сэми Шилта, в качестве возможного спарринг-партнера? Например, Николай Валуев или Хонг Манчой? Хонг Манчой рассматривался. Рассматривались все. По поводу Валуева мы тоже обсуждали. Отсюда я знаю, что у Николая недавно была операция тяжелая. Поэтому его привлечь, ну, мягко скажем, не получилось бы. Рассматривали все варианты, потому что подготовка, она очень важная. То есть все, кто выше 2 метра, все рассматривалось? Конечно, да. Но не просто люди, которые хорошо дрались. Конечно, Николай Валуев был бы не совсем тем, что надо. Но, тем не менее, иметь спарринг-партнера, который выше Саши, найти такого человека очень сложно. Но я думаю, что Николай Валуев в боксерской подготовке показал что-нибудь. Конечно, но все равно Сэмми Шилл был первым кандидатом. Саша сам первый же, в момент, когда мы узнали, что будет Штефан, он сам мне позвонил и сказал, что давай свяжемся с Сэмми. Тем более, есть очень много друзей, которые знают друг друга. И нам помогли ребята из Сушенгена. Иван Четенков как раз-таки глава федерации. Бывал на студии здесь, рассказывал. Да, и тем более Саша знает Сэмми уже больше 10 лет. Есть прекрасное фото, где они спаррингуются, когда Саша совсем молод. Да, Александр, и по поводу рассечения, да, потому что когда мы комментировали, увидели, и прямо скажем, я тогда килограмма три сбросил практически вот смыть. Прямо в эфире мы... Да, смыть не забыл, да. С Романом сидели, комментировали. Могут, могут. Я не могу найти никак это видео, где вы комментируете. Народ говорит, вы как тревожно комментировали. Сомневались. Сомневались в Александре. Нет, мы сомневались именно в рассечении. Без претензии. Нет, ребят, за каждое слово отвечу. Сказанное как бы... Такое рассечение в любой момент мог подойти врач и сказать, останавливаем бой. Да, на самом деле все было нормально, осечки, из-за осечек сейчас так не останавливают, тем более это главный бой турнира, много было более волнительно по поводу тычков в глаза. То есть из-за этого остановить, врач там мог остановить осечку. К счастью, Катман в нашем углу сделал свою работу профессионально, и она практически о себе знать не давала. То есть, ну, я... То есть не мешала, да? Я тоже особо не думал, если честно, поэтому не могу сказать, что это было какой-то... Сам момент получения осечки, да, и момент того, что когда раунд закончился, ну, как бы, просто было неприятно. Ну, когда растекает лицо, да, вообще, наверное, мало приятно. Было как бы немножко неприятно, то есть, а так в целом, о том, что остановят бой засечки, я об этом даже не размышлял, то есть... А вот мы как раз очень вслух размышлялись с Романом. Почему было тревоги? Потому что переживали, потому что желали победы искренней, вот, наверное, в этом тревожности она и прослеживалась. К счастью, просто на турнирах вне российского промоушена не практикуют, как у нас бывает часто. Останавливали поединок в середине, начинают зализывать сечку, потом продолжать поединок. То есть там это все по ходу, и это как часть шоу. И вся работа делается за раундом, то есть во время перерыва. И насколько я вообще смотрел поединки за рубежом, там дают поработать с сечками. Ну, в смысле, если человек и сечка, дать боксировать, поработать, и это не считается каким-то критическим повреждением, если это не мешает бойцу видеть, там, если это не мешает, ну, непосредственно мешает ему вести поединок. То есть, а мне-то не мешало поединок вести, поэтому проблем никаких не было. Дорогие друзья, в студии Александр Волков, Тарас Кияшко, Иван Банников. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. У нас есть смс-портал 5533, слово «спорт». В начале сообщения 276-0932, 276-1932. Код Москвы 495, вайбер, ватсап доступно, 925-4-2-ки, 93-2. Вопрос из Америки пришел. Ваган задает вопрос. Здравствуйте, уважаемые ведущие гости. Вопрос Александр. Скажите, пожалуйста, как и когда появилось прозвище «Драго» и как вы к нему относитесь? Удачного эфира. Ну, Александр уже отвечал несколько раз на этот вопрос. Но так как смс пришло из Америки, может, повторим? Находился я в Америке, и просто ребята в Америке решили, чтобы я был более узнаваем, придумали мне какое-то имя, отличное просто от русского, и начали перебирать. И персонаж фильма «Рокки Драго», точнее, я, наверное, похож на человека, который является персонажем этого фильма, «Драго». И мы перебирали, предложили его, я сказал, ну, если вы хотите, чтобы у меня был прозвище, давайте будет «Драго». И оно осталось со мной сейчас, ну, сейчас оно присутствует. Не знаю, насколько оно удачное или нет, но... Журналисты жгут. Я вот читал там «Александр Дракон». Вот так даже было, да? Потом фотография... Ну, после фильма «Игра престолов» все имена на букву «Д». Все, драконы, дракары, драконы. Разумеется, приходят сообщения о том, что же будет дальше. Да, вот я так понимаю, что место в рейтинге не изменилось, да, оно остается седьмым пока. Ну, скажем так, я укрепился на седьмом месте, и теперь меня тут никто не столкнет. Ну, я добавлю, просто сейчас я понимаю, почему не хотят представители UFC ничего двигать. Там на носу аж три боя в тяжах. Да, и в зависимости от исхода этих боев все поменяется. И каждый раз после каждого боя менять уже довольно уплотненный, там, семерку, пятерку, верхнюю они не катят, вот и все. А когда возможен следующий бой вообще с любым из оппонентов? Ну, на самом деле все зависит от здоровья Саши. Ну, во время боя Саша сломал палец на ноге, он у него должен зажить. Я думаю, еще месяц где-то он будет отдыхать и заживляться, и начнет тренировки. Мы, если тот бой, который мы хотим, и тот бой, о котором мы плавно намекаем UFC, а это именно бой с нынешним чемпионом Степи Меочичем, мы готовы подраться и в декабре, и в январе. Если какой-то другой бой, то он, наверное, будет все-таки на весну, и чуть подольше придется его ждать. По разным определенным логистическим, назовем их так, причинам. Но мы очень надеемся на бой с чемпионом, потому что все-таки ММА, это помимо спорта еще шоу. Шоу нужна история. У боя с Александра и Меочича, помимо противостояния России и США, есть очень простая история. У Меочича есть незакрытое поражение от Штурвы. Бой со Штурвей уже не актуален, потому что Штурвы еще долго и упорно возвращаются после этого поражения. А вот бой с тем, кто в такой же манере практически побил Штурвей, как и Штурвей побил Меочича, будет более чем актуален и будет история. Потому что так или иначе все бои, все тяжи, которые есть выше Александра, они уже разобраны. И даже те, кто ниже, разобраны. У всех назначены бои или вот уже назначатся бои с минуты на минуту. Есть только два свободных человека. Это Саша и Стипе. И вопрос, кто еще не был в нокауте от Меочича. Из тех, кто достоин. И, например, если говорить о Дерике Льюисе, который выше, он вообще непонятно, что там делает. Гану. Он, конечно, неплохо проходит, но если посмотреть его историю боев, он не дрался ни с кем из серьезных оппонентов. Он не был ни к чемпионом, ни в одной организации. То есть он просто выиграл несколько мешков красиво на UFC. Ну и Андрея Орловского. Больше он ничего не сделал. Продолжать будем после перерыва. Да, дорогие друзья, паузу, потом продолжим. Субтитры подогнал Игорь Негода. 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 Двойной удар на Спорт.ФМ Да, дорогие друзья, вас, как и странно, впервые не обманули. Действительно, двойной удар на Спорт.ФМ. Мы в прямейшем эфире. Роман Мазуров и Игорь Занцев по-прежнему живы и на свободе. Продолжаем с пристрастием опрашивать наших дорогих гостей. Боясь UFC Александр Волков, его тренер Тарас Кияшко и менеджер Иван Банников. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Сделать это можно следующими способами. СМС-портал 5533 «Слово Спорт» начали сообщение. Но, конечно же, лучше позвонить и высказаться. 2760932-2761932. Код Москвы 495. Вайбер, ватсап доступно. 925, 4 двойки, 93 и 2. И до перерыва мы начали уже загадывать вперед, заглядывать в будущее, пытаться прогнозировать, с кем будет биться Саша. Дальше Иван Банников так намекнул, что это возможен Степи Меочич. А вот наш слушатель Фил из Америки говорит, а вот Аверим давно ни с кем не дрался. Давайте реально пофантазируем на тему, с кем бы Саша мог бы подраться. Аверим раз, Вердум два. На самом деле, свободных осталось только Аверим и Нгану, но они вроде как договорились на рандеву между собой. Причем у них такой там твит, батл уже начался, они пытаются объяснить, у кого хрустальная челюсть, а кто у них там ноунейм. Соответственно, ну... Хорошая история. Да. Скорее всего, они будут драться между собой, там вопрос денег, скорее всего, с Аверимом будет решать, с Нгану там все договорились. Я представляю, как Нгану кричит Аверим, эй, Вася, ты кто вообще такой? Ты кто? Иди! Ну, кстати, Аверим был на этом шоу, причем у него была большая пресс-конференция. Да, вы видели его, сидел, улыбался там везде. Ну, он перед этим, была пресс-конференция на взвешивании, и там как раз-таки Аверим и его там спросили, а как вам Нгану? Он как раз сказал, никто, он звать его никак, я его с удовольствием побью, если дадут нормально денег. Ну и после этого они там зацепились языками в твиттерах, потому что, видимо, Нгану смотрел эту замечательную пресс-конференцию. Кстати, Фил сейчас прислал нам, сейчас, Роман, на секундочку, Фил прислал новый расклад, и получается следующее, что Саша как вот на седьмом месте, дальше идет Марчин Тибура, Алексей Олейник идет на девятом, то есть Штруве поражен в правах, опущен до десятого места, и мы с Романом фантазировали, а почему бы взять, да и не устроить, Дани Вайту такой триллер между Александром и Алексеем Олейником? Да, вот, кстати, внутри будет какой-то диссонанс, то, что придется сразиться с отечественником? Я думаю, что мы не будем драться до того момента, пока не будет у нас оспариваться титул между собой, пока нет в этом никакого смысла. Во-первых, он сейчас ниже, ну, даже если он был бы выше или ниже строчки, еще есть с кем драться, на ком расти в этом промоушене, плюс у нас с ним достаточно хорошее отношение, которое нет смысла портить. Гипотетически, если скажут, делись. Да, подлый Дана Вайт возьмет и скажет. Ну, это будет за, если гипотетически, мы можем выступить, но за очень выгодные условия для нас обоих, то есть это не те условия, на которых я нахожусь даже сейчас. Ну, от себя добавлю, когда Алексея спрашивали, готов ли он драться с Сашей, он сказал, что... Два раза предлагали, говорят. Да, он говорит, что два раза мы даже предлагали подраться с Сашей, нам не предлагали, ну, Олейника. Но он сказал, что, как бы, за пояс или контендерский я с Сашей готов. Ну, соответственно, до этого очень далеко. Нужно понимать, что, когда между ребятами хорошее отношение, драться между собой на уровне просто подраться, зачем? А когда для обоих это решается судьба, все друг друга поймут, это будет честный бой, как бы обнимутся до боя, обнимутся после боя. Все все понимают. Нет, мы это как раз предполагали именно с той позиции, что сидит такой массовик-затейник Дана Вайт и дергает за ниточки. Такой режиссер человеческих душ. Он про деньги. Дана про деньги. И, наверное, как любой бизнесмен, это правильно. Ну, нужно понимать, что... В России бой. В России бой точно, Саша с кем-то иностранным, двух российских бойцов, ставить в главную карту. Глупо у нас таких боев. И в наших промоушенах достаточно. Конечно, это будет громкий бой. Александр с каким-то очень громким именем. В принципе, негромких имен там не осталось. С кем Сашей драться надо будет. Нужно понимать, что проблема с шоу в России и всем остальным очень большая. То есть UFC Fight Night может произойти в России. Не может произойти пейпервьюшного события в России по одной простой причине, что... Здесь нет пейпервью. Да, у нас нет культуры пейпервью. И мы, к сожалению, не можем зарабатывать... Даже эта большая проблема в будущем будет для Александра. Бои пейпервью, Сашины, будут покупаться американцами, которые будут хотеть посмотреть, как его побьют. Объяснить нашим пользователям, к сожалению, что нужно не смотреть по телевизору, как обычно, боя, а за него платить. Это сложно, потому что у нас в культуре нашего телевидения этого просто не предусмотрено. Ну, такие эксперименты проводятся. Я знаю людей, которые сознательно покупают трансляции. Они их смотрят. Другое дело, что телевизионные каналы не хотят играть в долгу, а это игра в долгу, когда нужно долго приучать своего зрителя к тому, что, ребята, хорошие бои можно посмотреть. Я, как бывший вице-президент международного телеканала, могу сказать, что не будет эта тема работать в России. У нас-то спутниковое телевидение нормально не прижилось. Ну, вот не согласен. Вообще не согласен. Ну, Триколор пришел и завоевал, но все помним, какие тяжелые времена и все еще остаются у бывшего НТВ+. Ну, это дискуссионная тема. Как-нибудь на тему телевизионного менеджмента и бизнеса поговорим. Давайте двигаться дальше. Да, дорогие друзья, не так давно состоялся бой, который Игорь Олегович ждал с особым нетерпением, как истый адепт женских поединков. Ром, может быть, вот через мгновение у меня есть просто вопрос еще к Саше. Вопрос сформулирован таким образом. Вот для того, чтобы добиться 80% результата, нужно 20% усилий. Сколько усилий было потрачено в этом бою? Какая-то сложная фраза была, я еще пытаюсь ее осознать. Почему 20% усилий? Вот 20% усилий дают 80% результата. Это Иван не даст соврать. Но это с точки зрения менеджмента, да, эффективности. Но это переносится вообще, экстраполируется на любую деятельность. Я не думаю, что это работает в спорте. Да, конечно, в принципе, можно тогда посчитать, что один удар заканчивает бой, а все, что было до нет. Я думаю, не так. Саша не даст соврать, что... Хорошо, это была шутка. Не надо все всерьез воспринимать. Мне очень нравится, как говорит Кинни Джонсон, сейчас Саша добавит, он говорит очень просто, что бой это не те 15 минут в клетке. Если бы это было так, боями занимались бы все. К сожалению, бой это еще 3 месяца убивания себя в зале. И только потом 15-25 минут удовольствия в клетке, вот и все. Тем не менее, Саш, вот выложился ты на 110-120% в этом бою? Или был запас, когда ты мог прибавить? Я выложился на 65, потому что примерно столько процентов от времени, на которое я начально рассчитывал, из 5 по 5, то есть я закончил в третьем раунде. А, даже на 55% я выложился. А, даже на 50, почти на 50%. Ну, короче, нет. Запас был. Еще, конечно. Хорошо, еще одну тему. Я хотел уже сразу бой второй. Мы с тобой в прямом эфире это обсуждали. Это по поводу занятий кендо. Я тогда сказал, что это Иван приобщает Сашу махать палками. Как на самом деле? Это действительно так. Так, просто я занимаюсь кендо уже давно. Активно выступаю. С Шановичем схлестываетесь? Нет, а я не видел его на соревнованиях. В принципе, я сейчас вошел в сборную Москвы. Мы будем на чемпионате России выступать. В прошлом году я брал чемпионат Москвы. И, в принципе, у меня есть и победы на чемпионате России, правда, в команде. Но просто я... Все мы из боевых искусств, как и Тарас, как мы с ним познакомились, я занимался каратэ, и мы пересекались вместе по каратэ. Потом, когда я перестал выступать на соревнованиях по каратэ, я понимал, что я хотел драться, но работа, травмы не позволяли мне продолжать драться именно с точки зрения соревнований каратерных. И я нашел для себя кендо. Мне оно очень нравилось эстетически. И, в принципе, всем, кто занимается боевыми искусствами, восточными, так или иначе нравится кендо как, в принципе, породитель всех рукопашных дисциплин. Потому что даже если брать классическое японское джиу-джитсу, это бой в доспехах. Потому что... Юрой кумиути. Да. То есть, когда вы входите в клинч, падаете, и в Японии есть прекрасные соревнования в боях в доспехах, и выглядят они очень близко к ММА. То есть, там, сайд-контроль, доставание ножа, или маунт, и добивание уже ножом. То есть, все очень близко к тому, что происходит сейчас в ММА. Ну, а Саша сам скажет, когда он увлекся кендо, и почему решил им заниматься. Это просто прикольно. Это отдых для души, для тела. Плюс это полезно для здоровья, полезно для тайминга. Есть очень много вещей, которые любой боец может почерпнуть из кендо. Это чувство противника, чувство дистанции, умение давить противника не только на уровне, скажем так, физическом, но и на уровне эмоциональном, не знаю, невербальном уровне. То есть, умение смотреть в глаза своего оппоненту, двигаться на него. Поэтому здесь очень много положительных для бойца аспектов. И в свободное от тренировок, скажем так, активных время я нет-нет, но стараюсь, не могу сказать, что у меня получается делать очень часто, но иногда я занимаюсь кендо и для того, чтобы как спортсмен прочувствовать это на себе, я также участвовал на соревнованиях по кендо, ну там всего лишь получил приз за боевой дух, что-то такое. То есть, я не... А, то есть, не получилось победить, да? Нет, на самом деле, Саша скромно говорит, приз за боевой дух получается очень редко и это очень большое достижение. Кенда, в принципе, это подготовка историческая к реальному бою на мечах. Что такое реальный бой на мечах? Вы достали заточенную железку, противник достал заточенную железку, как вот заставить себя броситься на него, потому что, если вы неудачно бросились, вас только что убили, причем не самым приятным способом, и умирать вы, скорее всего, будете долго упорно и в муках. Поэтому в Кенда очень много, скажем так, вещей, свяженных с духом и ментальностью. Ровно по этой причине происходили очень смешные вещи. Например, японцы были против, чтобы Кенда становилась олимпийским видом спорта. Потому что они считают, что это боевое искусство, а не спорта. Если оно станет олимпийским, то мы получим олимпийское фехтование, то есть салочки условно... Будет попса, короче. Синаниями, да. А сейчас это не салочки? Сейчас нет. В Кенда недостаточно попасть. То есть вот вы попали, и вам могут не засчитать это как япон. Вы должны продемонстрировать то, что называется по-японски кикен тайно и ичи. А именно единство духа, меча и тела, плюс дзан син. Это все страшные японские слова, но на практике вы должны показать, что вы готовы убить противника. Ваш удар его убил, а не ранил. И вас не убили в ответ. Нас сейчас слушают наши слушатели и думают, да, парни точно приехали из Голландии, и видно, не пустые. Да, дорогие друзья, Александр Волков, Тарас Кияшко, Иван Банников, студии Спорт.ФМ. У вас еще есть немножечко времени для того, чтобы задать свои вопросы им. У нас есть вайбер, ватсап, смс-портал, телефон. Звоните, пишите, будут деньги высылать. Давай про прошедший турнир, теперь времени немного остается. Да, да, да. Истинный адепт женских боев Игорь Рязанцев и я. Мы все стали свидетелями боя Амадо Нунес и Валентина Шевченко. Да, нам до сих пор еще прилетают в интернете за наше художество в прямом эфире. Ну, знаете ли, опять же, я своих слов не отказываюсь, вот как главный специалист по женским боям Иван Банников. Валентина Шевченко победила или нет? Лично знакома со всеми дамами нетрадиционной ориентации в инвикте. Лично всех протестировал. Вот не надо грязи, я просто с ними знаком. Если серьезно, я считаю, что как и в любом виде спорта, если ты хочешь забрать чемпионский поезд, ты должен его забирать безоговорочно. В близких боях, в близких боях, даже если это была ничья, все равно отдают победу чемпиону. Так завелось уже много лет. И если ты хочешь победить, ты должен побеждать. А Дана Уайт, которая всегда очень часто говорит очень простую вещь. Мы не имеем контроля над судьями. Они вообще зачастую ни черта не понимают в том, что происходит в октагоне. Не дай бог вы оставите свою жизнь, свою судьбу в их руках. Потому что он говорит, что действительно качественных судей в ММА, в спортивных федерациях, которые дают судьи для UFC, которые не пересекаются, не зависят, их не так много. И поэтому часто иногда бывают решения... Вот прекрасный пример это бой Александра со Штурве. Судья дали первый раунд Штурве. Если посмотреть Fight Matrix, отношение ударов на конец боя было 142 на 38, что ли. И одно попадание к колену. В первом раунде был тейкдаун, добивание, был нокдаун в конце. Как? Как все три судьи могли отдать Штурве победу? Ну, то есть это вообще фантастика для нас была. Победу, ну... Ну, в раунду, да. Раунд. Победу в раунду. Да, господа, Александр Волков и Тарас Кияшко, что скажете вы по поводу боя Валентины Шевченко и Аманды? Ну, естественно, вы его смотрели и потратили на это 25 минут, даже больше. Титульный бой нужно побеждать явно. Если близкий, бой Иван все сказал правильно. Туда 50 на 50 все равно отдадут чемпиону. Понятно, его могут упрекать, что ты чемпион. Ну, та же самая история была с Вудли, да? Да. Близко. С Майя, да. Конечно, это было сонное царство полное. Вот. Поэтому, если ты хочешь стать чемпионом, забрать пояс, будь, пожалуйста, выигрывай уверенно и побеждай нокаутом либо сабмишеном. Тогда вопросов не будет. А это всегда так. Тем более, ты на чужой земле. Ну да, лежачему руку не поднимут совершенно. Потому что мы опять же рассматривали всякие драматургические ходы и предполагали, что ну вот сейчас могут дать, в принципе, ничью, сделать третий бой. Нет. С точки зрения бизнеса нужно понимать, что сейчас и Нунис, и Шевченко это не золотые лошадки. Это вообще ни разу раунд-раузи. Они не приносят такое большое количество денег. Нунис вообще в Америке неизвестно. Она жаловалась, что пару раз она когда приходила уже прям на сам уэвент UFC, там некоторые сотрудники и говорят, типа, а вы кто? Да, я чемпионка UFC. А да, а в каком весе? А фамилию не подскажете? Да, то есть, ну это действительно Нунис ни разу не та медийная личность, которая приносит деньги. Валентина тем более. И рассчитывать, что из них сделают там триллер из трех боев, нет. Вообще, вот этот вот эвент у UFC крайне неудачным сложился, даже комичным где-то. Вот мы познакомились в одной из раздевалок перед боем с Димитриусом Джонсоном. Его было очень жалко. Вот представьте, вы прошли всю подготовку, вы вложились деньгами в тренера, в кемп и во все. В организм вложили тоже много всего. Да, вы сделали все, прошли подготовку с гонки веса и вам за пару дней до боя или там за день, когда сказал Боргар, ну я вот не войду в вес, извините, я не буду драться. Конечно, это трагедия, тем более для Димитриуса, для которого необходимо себя зарекомендовать очень сильно. И получается, остается единственный главный бой вечера в виде Шевченко. Нунис, которые не должны были быть главным боем вечера и как бы, ну, не будет третьего боя у них, скорее всего, в ближайшее время, только если Валентина опять не побьет там двух, трех, кого он уже бил, у них, в принципе, не такой глубокий дивизион. Сейчас женские, они вон зачастую берут девочек из Инвикты, более-менее вменяемых, чтобы усыравить хоть какое-то шоу. Все-таки нужно понимать, что пока глубина женского ММА она невелика. Подходил ли к вам после боя Дана Вайт и если подходил, что он вам сказал? А в Голландии его не было. В Голландии мы пообщались как раз-таки, ну, по сути, со вторым человеком в промоушене, да, Шона Шелби. Мы поговорили о России, он также сказал, что вот проблема, что у вас при первой не продаж, как бы есть с этим головняк, но мы смотрим на ваш рынок и нам интересно. Но обсуждения будущих боев не было, мы с ним говорили до боя, а после боя они, там у них хаос был, они довольно быстро уехали. В принципе, нужно понимать, что для американцев сейчас самое интересное, что есть, это бой, ну, как бы Саша может стать очень большим раздражителем, да, он может быть настоящим драгом, да, потому что все мы знаем, что Стиви любит вся Америка. Он у них герой, он пожарник, нужно понимать, что в США пожарник это не как у нас, человек, который выезжает на пожар, а в США пожарник это одновременно и спасатель, это и парамедик, и все вместе. Но у нас вообще долгое время был стереотип, что пожарник это тот, кто спит и бухает, 24 часа в спутник. Нет, вот в преддверии трагедии как раз-таки отношение к пожарникам в США очень большое, потому что мы знаем, что 11 сентября там буквально целые пожарные команды Нью-Йоркские погибли в этих башнях. Там фильмов куча было снято. ну как бы к стипе отношение как к американскому герою очень сильное и драка в стиле Рокки versus Драга может получиться очень финансово прибыльной для них. Но она скорее всего будет в США. Да, вопрос не про бои. Увидел в инстаграме, где на известном федеральном телеканале с тыфоркой 1 есть известное шоу, снизу вверх называется, там спросили, кто мэр Москвы, сказали, Александр Волков. Парнишка сказал, это было про Драгу? Я не знаю, наверное. Ну, я уверен, что про меня, про кого он еще мог говорить, не про танцора же с НТ. Я надеюсь, я надеюсь, что даже молодежь воспитывается правильно. Да, и еще один вопрос, тоже увидел фотографию в боевой стойке на фоне стены с красно-белыми какими-то это предпочтение Спартаку? Мы просто записывали там видео и так получилось, что такой как бы, ну, Спартак это ярко выраженный московский клуб, мы на фоне него записали небольшой ролик для одного из порталов российских защищающих ММА. Я, честно говоря, нейтрально отношусь к каким-либо из спортклубов, у меня много друзей из Спартака, много друзей из ЦСКА, поэтому я сам не фанат футбола. Это правильно. И не могу себя причислить к кому-то из них. Просто, ну, Спартак один из, ну, символ Спартака, один из символов, ну, как бы, в том числе, который ассоциировал с Москвой, поэтому это просто было как... Я думал, с мясокомбинатом. Ну, в том числе. 26 числа посмотрим. Я этого не говорил. Тут мы, зато сказали мы. Вопрос такой, вот недавно, кстати, футболисты Спартака скандалились тем, что не вышли на пресс-конференцию после матча с Рубином, журналистом, хотя и выиграли. Насколько я понимаю, что за рубежом, вообще не только в боях, да, в принципе, в спорте профессиональном с этим очень строго по поводу общения с прессой. В административном порядке. О, это моя головная боль. Иван Банников. Да, Саша этого очень сильно не любит, а я его буквально заставляю. Хотя, ну, просто нужно понимать, что когда у спортсмена идет, ну, я не говорю сейчас про ребят из Спартака, я говорю сейчас про бойцов, когда у них идет подготовка, особенно ее максимальная часть, у них всего один свободный день это воскресенье. Вот представьте, что вы работаете шесть дней в неделю, причем у вас рабочий день длится не как обычно, да, там, с десяти до семи, а он у вас начинается, там, условно, с девяти утра и заканчивается в десять вечера. Ну, в общем, это все про нас с Ромой. Да, ну, соответственно... Но нас не бьют, слава богу. Да, и к вам еще приходят менеджеры и говорят, слушай, Саша, а ты вот можешь, ты там в десять заканчиваешь, а давай вот мы и сходим потом на интервью где-нибудь посередине, когда ты должен спать и восстанавливаться. И он такой как бы, а спать и восстанавливаться, кто за меня будет, я говорю, не знаю, но очень нужно дать интервью. Кстати, тут вопрос пришел, а почему Саша давал интервью через переводчика? Ну, почему не? Мы слышали блистательную речь. Да, у меня версия всего одна, так как переводчиком являюсь я почему-то, хотя он действительно нормально говорит по-английски, мне кажется, это просто надо мной издевается, чтобы вот типа, ты не мой менеджер, ты мой переводчик, иди переводи. Или тебе тоже надо трудиться. Да. В медиадень со всеми журналистами он общался на английском языке. Более того, он меня на пост после боя, я уже устал и не расслышал одного из вопросов, когда он спросил Сашу, как вы собираетесь праздновать, мне послышалось, как ты предпочитаешь отдыхать. И когда я ему начал переводить, он мне по-русски так сказал, слушай, он не это сказал. Я говорю, как не это? Не, ну на самом деле, то, что касается перевода после боя, во-первых, бывает немножко волнительно, и вопрос здесь даже не в том, что я могу сказать, а вопрос в том, как я могу понять, людей, которые спрашивают вопросы, не всегда успеваешь просто понять, что тебе говорят, и не всегда успеваешь сформулировать грамотно речь на английском языке, поэтому какие-то простые выражения, простые фразы я, конечно, могу сказать, сказать спасибо и прочее, но выстроить более умное предложение сделать сложно, поэтому, естественно, чтобы не выглядеть глупым или не выглядеть человеком, который не умеет, не знает каких-то таких основных слов, я прошу, чтобы мне Иван помогал, ну и ему тоже... Ему тоже не хуже выводишь, скажем так. Да, мне тоже весело, да. Уже весело. Никогда не думал, что дебютирую на американском телевидении как переводчик. Ну что, начинаем прощаться потихоньку. Да, к огромному сожалению, время нашей беседы истекло, час пролетел просто как один миг, одного часа, естественно, мало общаться. Господа, еще раз Александра Волкова с победой, с этой желаем, конечно же, поединков с топовыми спортсменами, и, конечно же, избить до полусмерти Степи Меочича поскорее бы. Большое спасибо, что пришли. Желаем творческих успехов, самое главное, здоровья. И я пару слов скажу тоже. Сегодня крутилась несколько раз тема вокруг UFC в России. Скажу по секрету, что одна из российских организаций в ближайшее время вступит все-таки в контакт с UFC, и, по всей видимости, этот ивент в Москве состоится. Не могу сказать, какая организация, и не могу сказать... Что значит не Fight Night? Вот ни разу. Ни разу. Дальше, друзья, методом исключения, я думаю, недолго осталось предполагать. Просто денег на такой ивент кармонит ни у кого больше нет. Нет, денег есть у всех четырех организаций, другое дело, кому это из этих четырех надо. В общем, триллер под самую завязку нашего эфира состоялся. Дорогие друзья, это был Двойной удар на Спорт.ФМ, всем счастливо. Кнопок много. Правильная. Одна. Не промахнись. Спорт.ФМ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова